Приветствую вас, друзья! Меня зовут Александр и это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Эта программа названа Иисус Назарей, Царь Иудейский. Такая надпись была сделана Пилатом над распятым Иисусом. Она была сделана не случайно и предназначалась в первую очередь для иудеев. Об этом сказано. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было Иисус Назарей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши Царь Иудейский, но что он говорил, я Царь Иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Почему же иудейские первосвященники так боялись этих слов об Иешуа? Почему они просили убрать эту надпись? Иешуа Назарей, Царь Иудейский. Потому что в этой надписи в каждом слове был скрыт очень глубокий смысл, который им был понятен. Разберем кратко, из чего состоит эта надпись. Во-первых, это имя Иешуа. Мы привыкли называть Господа именем Иисус, зная, что это греческий перевод его еврейского имени, Иешуа, ведь именно так его звали на протяжении всей земной жизни. И в этом его родном еврейском имени, Иешуа, заложена огромная духовная сила и глубочайший смысл, начиная с первой и до последней буквы. Имя Иешуа несет в себе божественное начало и само имя Всевышнего, Иегова. Ведь полное его имя, Иегошуа, состоит из Иегова, Бог Всевышний, Ишуа, спасения. Иешуа значит Бог наше спасение. Во-вторых, слово Назарей это идентификация личности Иисуса. Я всегда думал, что слово Назарей говорит только о городе Назарет, в котором жил Иисус до своего служения. И это отчасти так и есть. О чем сказано, что Иосиф, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. И на служение Иисус был призван из города Назарет. И было в те дни. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Но совсем недавно я узнал, что слово Назарей имеет не только значение, связанное с городом Назарет. Назарей это человек, посвященный Богу, избранный, призванный служить ему всей своей жизнью. Один из персонажей Библии, Самсон, был Назареем Божиим, от чрева матери, которой было сказано «Ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Назареи, как и пророки Божии, служили примером самоотвержения и полного посвящения себя Богу. Как пророк Самуил, который был посвящен Богу на всю жизнь. Назареем Божиим был также и Иоанн Креститель, который не пил вина, не стригся и жил в пустыне, ведя крайне аскетический образ жизни. О нем было сказано «Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Святость Назарея приближалась к святости еврейского священника Коина, или даже первосвященника. Иисус много раз в Новом Завете был назван Назареем. Например, когда он с учениками выходил из Иерихона. Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Иисус спросил его «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал «Чтобы мне прозреть». Еще в нескольких местах Писания, рассказывающих о жизни Иисуса, сказано, что слепые просили Его исцелить их. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». И в другом месте сказано «И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Все эти истории как символ ослепления Израиля, что Израиль не увидел тогда и не видит сейчас, как народ в Иешуа своего Машиаха, своего царя. То, что Иешуа называли сыном Давида, имеет огромный смысл. Ведь именно из рода царя Давида по Писанию должен был произойти Машиах. И не зря весь Новый Завет начинается с родословия Иешуа, как Машиаха. Родословие Иисуса Христа, то есть Иешуа Машиаха, сына Давидова, сына Авраамова. Эти слова показывают, что он, Иешуа, отвечает всем установленным в Ветхом Завете, или Танахе, требованиям к Мессии. В разных местах Танах утверждает, что Машиах должен быть потомком Авраама, Иакова, Иуды, Иесея, Давида. И все эти имена есть в родословии Иисуса. Но несмотря на все соответствие требованиям к происхождению еврейского Мессии, несмотря на все мессианские чудеса, которые Иисус совершил перед ними на протяжении своего служения, они не поверили в Него и не приняли Его, как своего Машиаха. Почему это произошло? Потому что Израиль ждал своего царя, который буквально освободит его, соберет рассеянное колено в землю Израиля и установит мир на всей земле. Но Иисус тогда не исполнил всего этого, потому что в свое первое пришествие Он приходил не как царь, но как агнец, который был предназначен тогда на заклане. Израиль не увидел Его, потому что, как пишет Павел, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Иисус говорил, на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. И невидевшие ранее Бога язычники увидели в Иисусе своего Господа и Спасителя, и через Него пришли к Богу, а видевшие всегда Бога перед собой Израиль ослеп. Тем не менее, когда Иисус, сидя на осле, въезжал в Иерусалим, народ Израиля провозглашал, «Ассанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». И многие из народа тогда приняли и поверили в Него, как в Мессию. Иисус спрашивал учеников, «За кого вы почитаете Меня?» Петр сказал, «Ты Христос, то есть Машех, сын Бога Живого». И именно те Его ученики, все происходившие из еврейского народа, понесли учение Иисуса язычникам. Благодаря им, иудеям, язычники смогли увидеть и принять Иисуса. И третий, самый важный момент. Именно этот Иешуа из Назарета, избранник, посвященный Богу, и есть долгожданный Машех Израиля, царь иудейский. Этот титул и означает слово «Христос». Мы привыкли говорить «Иисус Христос», не всегда понимая смысл, произнося это как имя и фамилию, или просто «Христос», всегда подразумевая Иисуса. Но «Христос» — это титул и греческий перевод еврейского слова «Машех», означающий «помазанник» и «царь Израиля», «царь иудейский». Только во время 70-й седьмины Израиль прозреет, о чем сказано. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят оперенцы». И это произойдет очень быстро, просто пелена будет снята с их глаз самим Богом. Подобно, как Иисус открылся Павлу, который был ярым гонителем учения Ишуа и всех его учеников, родом из иудеев. Павел тоже был как прообраз всего ослепленного Израиля. Вот как сам Павел или Савву рассказывал иудеям об открытии ему Ишуа. «Я иудеянин, родившийся в Тарсик-Киликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, это иудейский законоучитель, фарисей, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге. Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин. Я шел в Дамаск, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиялся в меня великий свет с неба. Я упал на землю и слышал голос, говоривший мне, «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Тогда Иешуа в один момент открылся Павлу, и через него принес так много духовного плода, наверное, как не через кого более. Так что мы и сегодня продолжаем находить в его посланиях невероятно много важнейших и полезных истин для познания Мессии Иисуса. Так же Иешуа Назарей, как Машех, откроется и для иудеев в последнюю 70-ю седьмину, и запечатленные сыны Израиля, приняв его, наделенные его силой и властью, пронесут свидетельство о нем по всей вселенной во время первой половины 70-й седьмину. Даниилу было сказано, «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония». Именно в эту, последнюю, 70-ю седьмину, когда народу Израиля будут открыты глаза на Иешуа, он будет полностью прощен и оправдан, будут заглажены все его беззакония, над ним сбудутся все видения и пророчества. Иисус говорит, «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, из торы, пока не исполнится все». Все пророчества должны быть исполнены, и концентрация их исполнения достигнет пика во время последней 70-й седьмины, во время великой скорби. И утвердит завет для многих одна седьмина. Именно эта, последняя седьмина, описана в книге Откровения, с 6-й и по 19-ю главу. Именно на этих страницах говорится о спасении народа Израиля, как избранного народа, Бога живого, принявшего и увидевшего своего Иешуа, своего долгожданного мессию, Машеха. О том, что в первое свое пришествие Иисус придет как Агнец, на свое заклание, чтобы спасти и оправдать многих, говорят пронзительные слова пророка Исаии. «Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира этого было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригущим Его, безгласен. Так Он не отверзал уст своих. За преступления народа Моего претерпел казнь. Это пророчество об Иешуа, когда Он приходил как агнец, уже исполнилось. Но откровение, как дух пророчества, показывает нам второе пришествие Мессии, когда Он придет уже не как агнец, но как лев. В откровении сказано, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Иешуа, как лев из колена Иудина, как сын и потомок царя Давида, возьмет эту книгу власти из рук Творца и откроет ее. Он получит вечную власть над всем искупленным творением, и его царству и власти не будет конца. Поэтому над распятым Иисусом, преданным за грехи как Израиля, так и всего человечества, была написана на первый взгляд простая надпись Иисус Назарей, царь иудейский. Мне кажется, что мы сегодня хоть немного должны понимать еврейскую идентичность Иисуса, как Мессии, чтобы быть ближе к Нему, чтобы яснее и полнее понимать Его откровение, в котором сказано о спасении народа Израиля, понимать, что Иешуа и сегодня, как и тогда, есть царь иудейский. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова